Если пилоты качеством техники довольны, пассажирам еще только предстоит его оценить. Но даже на первый взгляд салон выглядит достойно. Пластиковая облицовка, из современных материалов, удобные сидения. Изготовитель позаботился и об индивидуальных кондиционерах. Пассажиров он вмещает не больше. Точно столько же, но когда выполняются дальние рейсы, самолету нужно полное крыло, то есть, как говорится, полная максимальная заправка. Если самолет Ан-2 при максимальной заправке уже не может взять максимальное количество пассажиров, то этот самолет, благодаря его энерговооруженности, у него достаточно мощная силовая установка, мощный двигатель турбовинтовой, то теперь он при полной заправке может брать уже не 7, а спокойно 12-13 человек пассажиров. Новые самолеты предприятие начнет эксплуатировать в течение ближайших нескольких месяцев после прохождения процедуры сертификации и получения необходимых документов от Росавиации. При этом, как заявили на предприятии, крылатые машины смогут летать не только в населенные пункты региона, но и за его пределы авиаторы планируют выйти на Ухту, Сыктывкар и даже Архангельск. Мы будем первыми, кто будет выполнять на этих самолетах коммерческие воздушные перевозки. Эти самолеты летают уже более двух лет. Самые лестные отзывы о них именно на авиалесоохране. Паршютисты очень довольны, потому что у них серьезная скороподъемность в 3 раза выше, чем у самолета Ан-2. Ну, за счет эффективного винта и двигателя. Новые самолеты приобрели не на замену имеющейся технике, а для того, чтобы увеличить количество пассажирских перевозок. ТВС-2ДТ – турбовинтовой самолет с двумя членами экипажа «Демонстратор технологий». Так сейчас называют свое творение авиаконструкторы. Это самолет предыдущего поколения. Сам демонстратор пока прячут. Коммерческая тайна и профессиональное суеверие. Зато летными характеристиками делятся охотно. Летает он теперь у нас по сравнению с Ан-2, будем так говорить. Быстрее, дальше. Ну, выше нет. По высотам все то же самое осталось. Цельнокомпозитный самолет создан на базе знаменитого Ан-2, который в народе прозвали кукурузником. Легкий, универсальный, безопасный. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самолет, который выпускают более 60 лет. Современные сибирские авиаконструкторы догнали и обогнали предшественников. Новый самолет развивает скорость до 300 км в час. И без дозаправки может пролететь более 2000 км. Особенно важно это для нашей Сибири. Ну, почему? Потому что у нас, вы знаете, прекрасно огромное расстояние. Развитие экономики Сибири, оно так или иначе всегда было связано с транспортом. Увеличить скорость смогли благодаря фюзеляжу из композитных материалов. Углепластик прочнее и легче металла. Новый самолет может перевести больше груза по сравнению с кукурузником. А еще он дешевле в эксплуатации, так как работает на керосине. Основное преимущество у нового самолета – это более высокая скорость полета. Если наш старый Ан-2 с поршневым мотором летал на крейсерской скорости 180-190 км в час, то этот самолет уже выполняет полет на скорости 290-280 км в час, который мы подтвердили на перелете. Серийный самолет будет летать со скоростью 330-350 км в час. Грузоподъемность этого самолета также в два раза выше. Дальность у нашего самолета практически в четыре раза выше на полной заправке. Причем все эти достижения выполняются на аналогичной силовой установке, как и ремоторизированной М-2. И фактически стали доступны благодаря применению новых современных композиционных материалов и благодаря современным аэродинамическим решениям. Ближайший аналог, единственный, на мой взгляд, это самолет аэротрактор АТ-802. Но этот самолет применяется для тушения лесных пожаров и для выполнения авиационно-химических работ. То есть это одноместный самолет. Наш самолет, он в большей степени предназначен именно для грузовых дальних перевозок. Причем в связи с тем, что характеристики взлетно-посадочные аналогичны Ан-2, он имеет возможность произвести посадку на необоруданные аэродромы в любом селе, где раньше имелась возможность посадки самолетов Ан-2. Поэтому это в большей степени самолет, призванный, наверное, поменять логистику транспортной перевозки в нашей стране.